Здарова, друзья, с вами Влад Кобоса. Сегодня совместно с вами я хочу сделать максимально жесткий выпуск и собрать огромнейшее количество монеток у меня на основном аккаунте. Перед тем, как мы будем начинать, я напоминаю, на протяжении этой недели я разыграю одну из вас звездный абонемент Лиги Чемпионов, либо звездный абонемент события тот с командой сезона. Для того, чтобы вы сумели принять участие, вам нужно будет все лишь поставить, ну просто-напросто лайк, не имеет значения, сколько лайка вы наберете, подписаться на мой ютуб канал, открыть ваши подписки на ютубе и написать в комментариях то, что вам нужен звездный абонемент. Ну и самое основное, обязательно подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно там будут находиться результаты для вас всех. Но мы прямо сейчас, на местном с вами, что делаем? Мы заходим в звездный абонемент, соберем отсюда награды, которые у меня есть. Вы, кстати, реальные, принимайте участие, получайте от меня возможность получить карточку в Кафу, карточку в Себе, также все вот эти награды, которые здесь находятся, кучу монет, кучу жетонов ЛЧ, кучу жетонов группового этапа. Это самый лучший звездный абонемент, который у нас был, но команды ТОЦ намного круче будут. Кстати, если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA Points, либо звездного абонемента, вы можете обращаться ко мне, через меня сумейте купить. Звездный абонемент, говорю сразу, стоит немножко дороже, но FIFA Points стоят намного дешевле, чем у вас в игре. Поэтому обращайтесь, без проблем все сумим оформить. Ой, я сейчас совместно с вами перейду к своему основному составу. Хотя, стоп, давайте сначала зайдем весеннее противостояние. Здесь тоже можно немножко пофаниться. Сегодня же набираем награды, которые здесь находятся. Этап номер 3, задача выполнена, весенняя корзинка выпадает. Мне говорят, что лучше всего открывать скворечник. Скворечник самый нормальный вариант для того, чтобы приподняться. И скорлупу получают также весенние корзинки. Тут максимально часто весенние корзинки выпадают. И дефол карточку вполне возможно, то что скоро сумеет забрать. Поэтому рекомендую вам открывать. Ой, скорлупа, ну... Конечно, хорошо, но весенние корзинки получше. Я не знаю, какие мне нужны, не нужны здесь. Лучше все, чтобы усилки выпадали. Но сегодня усиление навыков, к сожалению, у нас недоступное. А жаль. А хотелось бы, чтобы они были доступны. Весеннее противостояние... Опа, корзинки, блин, максимально часто выпадают из скворечника. Поэтому рекомендую вам открывать. Но ироки редко выпадают, к сожалению. Зато весенние корзинки падают. И с помощью них можно дойти до карточки. Дефо. Ну, а также остальных наград, которые здесь есть. Карточку на кота будет максимально сложно получить. Даже не знаю как. Прямо чуть не особо верится, что есть вообще возможность из этих паков выбить карточку на коту. Ну, то есть, дойти до него в этих этапах. Скоро выпала. Блин, а что-то перестали выпадать в весенние корзинки. А корзинки нужны на самом деле. И желательно, чтобы отсюда мастера карточка кота выпала. Как думаете, шансы есть на мастера тут? Да ну, не гали. Усиление навыков. 75 штучек мы заберем. И дальше заберем 5 игроков 60 плюс рейтингов. Здесь может даже карточка Месси выпасть. Либо Крещену Роналду. Вполне возможно. Ну, Рауля, самая лучшая карточка выпала. Да ладно. Немножко остается до карточки Defo. Фух. Самое печальное то, что вот Денайра карточка не выпадет, потому что просто-напросто в этом наборе редко выпадают мастера. Да и вообще раки не выпадают вообще. Здесь чисто корзинки падают. Это такой маленький лайфхак, который набор вам стоит открывать. Я играю с ноутбука, поэтому я не знаю, сумели я победить своего соперника. Опа, Зидан обошел. О, какая плёточка у него нереальная. Нифига себе. На Рональдиню. Хорош. 2-2. Зидан, 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 Зидан. Ах, ты какой же красавчик. Как он забивает круто. Ё-моё. С ноутбука даже есть шанс у меня побеждать. Хотя, конечно, сейчас доблюсь, походу, и проиграю. Немножко может подвисать. Вау. Блин, у него такие сумасшедшие плетки. Даже получше, чем у карточек Рещан Урналда, я вам так скажу. Если тут мы ещё забьём, я офигею. Да, забиваем даже с таких вот позиций. Кабздец. Просто нереальная карточка. А ну-ка, Зидан, вот так вот сумеешь? Да ну нафиг. Что у него за плетки сумасшедшие? Это самая лучшая карточка, которой я играл. Офигеть. Я не знаю, чё вам сказать. Так, крутейший игрок, который у меня был в составе. Но я понимаю, что если я хочу сделать монетки, мне придётся продать эту самую лучшую, самую офигенную карточку. Блин, я теперь в замешательстве. Может быть мне его не продавать? Ой нет, мы там не забили. А вот так вот хотя бы сумеем? Красота, красота. Можно с ноутбука забивать. Опа. Блин, ну плетки у него офигеннейшие. Жесть, я просто кайфу от того, что у меня есть возможность играть такой карточкой. Ну здесь чуть-чуть не это. Не показались я достойно. Но два момента всего лишь не реализовал. Ё-моё, показать. Я шокирован. Я не знаю, как мне поступает. Нажимаем кнопку заменить. Деку карточку сюда ставим. Нажимаем на рынок. И, к сожалению, мне придётся продать карточку Зинодина Зидана. 526 миллионов монет. Интересно, а хоть кто-то его купит за 526 миллионов монет? Подтвердить. Капец. Просто капец лютый. У меня есть карточка в стоячковом. Комашника. Нажимаем кнопку продать. 46. За 46 его постараемся продать. Я за 42. А нет, стоп, стоп. Я его продал. Эусебия карточка. Райкарда есть карточка. Но я думаю, что они должны подорожать чуть позже. У меня Бумьянга карточка есть. Беста карточка есть. Блин, столько офигенно карточек у меня есть в составе. А ну-ка, давайте посмотрим, кого можно продать. Маркуса Рэшварда тоже могу продать. Но не знаю, я пока что потерплю, возможно, и потом его уже продам. Деврея карточка еще есть. Я думаю, что его захотят купить. 5 миллионов 530. Вот так вот мы делаем. Деврея карточку мы продаем. Гюндагана карточка мне тоже не нужна. Сори. Выставленный предмет был продан. Какие карточки? Зюля еще карточка есть. Ну, походу, Зюля тоже буду продавать. 2 миллиона 120 хотят за него. Продаем. Какие карточки у меня еще не задействованы и стоят дорого? Донорумы карточку я буду тоже продавать, но она немножко позже подорожает. Пока что не стоит. Райкарда карточка тоже остается под вопросом. Дели, блин, Мурата. У меня куча офигенных игроков, которых можно попродавать и на них сделать монетки. Санчо карточка, Суарза карточка, Пиро. Вау. Вандер Сара карточка также есть. Офигеть, конечно, у меня столько этих карточек. Офигеть. Я сейчас с ума схожу от того, что у меня реально столько много игроков. Мои заявки, 3 игрока уже продано. Осталось продать самую основную карточку. Это Зин 1 и Зин 1 на 98 уровень. Если за 526 миллионов монет он идет, то у меня будет столько много монет, что пипец прям. Решил я дозаписать видос и вам сейчас покажу за сколько кого сумел продать и примерно сколько монет у меня будет на моем балансе. ДСА карточку нужно тоже продать. 52 миллиона 400 и 50 миллионов 100. Ну ладно, давайте за 52 миллиона постараемся его поставить карточку. Интересно, хоть кто-то его купит. Хорошо, почему-то не дается. 52 500. Вот так вот. Надеюсь на то, что хоть кто-то купит его карточку, потому что на самом деле достойнейшая карточка. Я хотел бы конечно, чтобы он остался у меня в составе, но увы, пока что вот такие вот дела. Карточку Донорумы я тоже буду продавать. Это плюс еще 20 чем-то миллионов монет. Я думаю, что его карточка скоро еще подорожает. Также я еще, возможно, буду продавать карточку Крещану Роналду, но я еще точно не решил. Остаются еще достойные карточки, которые я хочу продать, но этим я буду заниматься немножко позже. Вот никак не могу продать этого игрока. Блин, вот бесит. 12 миллионов монет стоит, а продать не могу. Монетки сейчас реально нужны. Мы заходим в мои заявки и проверим, кто у меня сейчас ушел. Карточка Серкио Рамоса, Вальверде, Стечко, Девре, Зюль, Райкард, Решфорд, Зинадина Зидана сумел продать. Жесть. И карточка Марио. Я случайно допустил свои ошибки, хотел попродавать свои карточки игроков Атлетика Мадрида и случайно их снова купил. Не знаю, столько эпик фейлов у меня за последнее время происходят. И в таком диком минусе на игроках Атлетика это прям жесть. Я такой минуса давно не наблюдал у себя. Ну, что есть, то есть. Нужно как-то еще ВАСа продать карточку, потому что я его по 7 миллионов монет покупал. Это так дико дорого. Вам не передать словами. Нажимаем кнопку продать. И сейчас мы почитаем сколько монет у меня окажется на моем балансе. Я думаю примерно 650 миллионов монет, либо 700 у меня будет на балансе. Получили все монетки. 600 миллионов, блин. 736. Ну, неплохо. Если я продам еще одного игрока, то у меня на балансе уже будет достаточно маленькая цифра. 100 по его карточку я могу задействовать в составе, но я его не могу продавать. Это, кстати, такой лютый балл, который мне не особо нравится. Потому что 13 лямов стоит его карточка, а продать никак его не могу. Ну что, ребята, суме я совместно с вами еще забрать карточку ДФО 90-го Атлетика на подачи. И самое обидное то, что он не продается. Думал, сейчас подфармлю немножко монеток на нем, оказывается не смогу. Ну ладно, давайте хотя бы заберем. Интересный эффект будет тут? Нет. Его стоимость 2 миллиона монет, но продать его, к сожалению, нельзя. Мне бы на самом деле забрать еще эту награду. 200 усилений навыков. Вот прям лучшая награда, которая мне бы подошла прямо сейчас на все 100%. Так же золотой ирок. Ну, 3 штучки. Не знаю, есть ли смысл у меня от этого ирока. А вот усиление навыков я бы всегда хотел бы забирать. Кто сумел забрать карточку на коты? Ну, не знаю, мне кажется, вы прям жесткие донаторы. Мне бы было жалко тратить столько поинтсов на эту карточку. Прям очень дорого. Стоит она. Обязательно мы покупаем это спецпредложение за 200 поинтсов. 75 шатончиков в Лиге Чемпионов нам здесь даются. Интересное спецпредложение, которое не стоит забывать открывать. Так же в магазине нужно открыть еще 2 предложения. Хотелось бы больше открыть, но самоцвета у него не хватает, к сожалению. А поинтсы не особо хочется тратить. 1085 жетонов в Лиге Чемпионов на балансе. Ну, еще одно спецпредложение мы открываем. Почему бы и нет? Ну, что есть, то есть. Жаль, конечно, то, что 90, а не 300. Если бы 300 выпало, то вообще цена не было. Хотя мы можем еще купить парочку. Открываем еще один набор. Так, чисто по фану, пооткрываем с вами сегодня. 75, ну, мало, 75, не гоните. Желательно, чтобы выпадало по 300. Продолжаем дальше открывать. 90, да че ж такое. Финальный набор за 1000 самоцветов, которые я открываю. Предложение жетона кумира Лиги Чемпионов. 60! А, есть еще одно прикольное спецпредложение. Там где тратишь 3000 поинтсов. Может выпасть карточка Шмейхеля, ДСИ, Сточкова, Райкарда и так далее. И так же даже карточка Карима Бензема может выпасть. Не, конечно, прикольное спецпредложение, но кумиры 1% шанс все лишь. Увы. Пока что не хватает все лишь 250 миллионов монет, чтобы я сумел сделать у себя на балансе 1 миллиарда монет. Но я думаю, то, что скоро я с этим сумею легко справиться. Я продам карточку Деку, продам карточку Донорумы. И так же продам карточку Эсебю и Швайнштайгера. Ну и так же у меня есть карточка Беста. И есть еще куча игроков, которых я хочу продать. Я еще одного премиального кумира офигенного заберу. Вы охренеете, там такой выпуск вас ожидает. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, принимайте участие. Получайте от меня бесплатно на этой неделе звездный абонемент Лиги Чемпионов, либо командой сезона. Решайте то, что вам больше нужнее. Пишите комментарии, обязательно оформляйте подписку на мой телеграм-канал. Если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA, поинцев, либо звездного абонемента, обращаемся ко мне в личном сообщении, которые находятся в описании. Спасибо большое каждому из вас за просмотр. Всем хорошего дня и всем вам пока!